Ровно 23 года назад, 11 сентября 2001 года, мир потрясла страшная трагедия. Как вы знаете, в результате устроенного туристической организации Аль-Каиды масштабного теракта в Нью-Йорке были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра. Это привело к огромному числу невинных человеческих жертв, да и вообще к потрясению в жизни Соединенных Штатов Америки, ну и в общем всего мира. Российская Федерация первой осудила этот бесчеловечный акт, протянула Соединенным Штатам руку помощи, сотрудничества. Спустя всего несколько часов после того, как о трагедии узнало мировое сообщество, президент России Владимир Путин призвал объединить усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Не прошло и трех недель, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373, которая учредила в частности контртеррористический комитет как профильный вспомогательный орган Совета Безопасности ООН. Указанным решением был дан мощный импульс и заложена основа многостороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом во всем мире. Однако, со временем ситуация стала разворачиваться совсем по другому сценарию. Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки так и не смог избавиться от фобий, от предрассудков холодной войны, шаг за шагом отказывался, особенно после начала специальной военной операции, видеть в России равноправного партнера в деле борьбы с терроризмом. Мало того, эта проблематика была с Западом всячески политизирована. Они продвигали свои узкокорыстные подходы, вместо того, чтобы заниматься конкретным делом противодействия терроризму. Взаимодействие России с европейскими странами и США в сфере антитеррора было фактически заморожено. Мы не видим со стороны коллективного Запада реального стремления консолидировать усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом. Да что уж там, скорее наоборот. Об этом свидетельствуют факты, в том числе подрыв северных потоков, отказ от взаимодействия с российской стороной по изучению обстоятельств данного теракта. Более того, Запад взял линию на ущемление прав и интересов нашей страны в профильных международных организациях и форматах. А то и курс на прямое выдавливание нас из соответствующих международных структур. Речь идет о представлении нашего участия в работе группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. И все это было сделано по политизированным причинам. Введение необоснованных ограничений наших полномочий, наших прав в консультации сторон Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года и дополнительного протокола 2015 года к этому документу, а также конференции сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и его финансировании терроризма тоже 2005 года. Практика последних более чем 20 лет показывает, что всплеск международного терроризма во многом спровоцирован внешним вмешательством Запада во внутренние дела суверенных государств Ирака, Ливии, Сирии, Афганистана. Сегодня США и их союзники открыто поддерживают преступный киевский режим, широко применяющий на их же западные деньги террористические методы в отношении мирных граждан России, объектов гражданской инфраструктуры нашей страны. После начала специальной военной операции Запад во главе с американцами окончательно отбросил какие-либо приличия. Про стыд, наверное, говорить и не приходится. Используют иностранных наемников, в том числе боевиков международных террористических организаций для поддержки киевского режима. Со своей стороны мы не можем не учитывать сложившуюся ситуацию. Тем не менее продолжаем выступать за безальтернативность коллективных усилий в борьбе с терроризмом при центральной и координирующей роли Организации Объенных Наций. Подтверждаем нашу приверженность межгосударственному взаимодействию в борьбе с терроризмом со всеми заинтересованными сторонами с опорой на выработанную международную правовую базу. Признание ведущей роли государства и их компетентных органов в борьбе с терроризмом, недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики, вмешательства во внутренние дела, дестабилизации так называемых неугодных западу режимов, а также отказ от двойных стандартов, недопущения вообще изничтожения каких-либо стандартов, отказ от скрытых повесток. Мы также продолжим выстраивать совместную работу в первую очередь в рамках Организации Объенных Наций, Шанхайской Организации Сотрудничества и Профильного Механизма Контртуристического, также БРИКС, СНГ и ОДКБ.